На первом собрании молодежного парламента присутствовали все 20 человек, прошедших конкурсный отбор. Для кого-то работа в подобных организациях не в диковинку, для кого-то это первый политический опыт. Молодым парламентариям предстоит многое узнать и постичь в этом новом для себя качестве. И когда вы все это узнаете и поймете, у вас появится возможность уже для себя определиться. Может вы в жизни захотите стать депутатом Соликамской городской думы или муниципальным чиновником, а может даже и главой муниципалитета, такого как город Соликамск. Глава города подчеркнул важность включения молодежи в решение проблем и вопросов города. А пока собравшейся молодежи предстоит решить свои первоочередные вопросы. Это выбор председателя, его заместителя и секретаря молодежного парламента. Дебаты были по каждой должности и на каждую претендовали по два человека. Именно здесь сейчас очень сложно сказать о каких-то законопытательных инициативах, потому что необходимо, помимо того, что мы видим проблемы города, будучи его жителями, нужно понять и изучить, что уже есть для решения этих проблем. Также в председателе метил и представитель Соликамск Бумпрома, возглавляющий молодежную организацию «Бумеранг». Работать с молодежью – это же не только заслуги именно моей, но и заслуги именно команды, команды, которые прошу именно ряд. Увидеть Сергея в роли председателя пожелали 16 участников молодежного парламента, а вот с выбором его заместителя парламентарии определялись дольше. В итоге только после второго голосования им был выбран Иван Терентьев, друг и заместитель Сергея Снегирева по общественной и профсоюзной деятельности на Соликамск Бумпроме. Секретарем же молодежного парламента выбрана представительница Соликамского краеведческого музея Екатерина Смирнова. В конце заседания к молодежи обратилась замглавы города. Мы понимаем, что то, что мы сейчас делаем, в будущем надо передавать в чьи-то заботливые, очень умные руки. И вот вы, да, именно тот потенциал, на который мы смотрим с очень большой надеждой. Потому что за вами, за молодежью действительно будущее нашего города. А молодежь в ответ обещала не подвести. Уверенности в своих силах и оптимизма у них пока с лихвой. Ребята будут посредниками между городскими властями и Соликамской молодежью по многим вопросам. К их мнению по городским проблемам будут прислушиваться депутаты Соликамской городской думы. Я могу точно сказать, что молодежный парламент будет действовать. И это будет единственная главная опора для наших руководителей, для нашей администрации. Это новый взгляд, взгляд именно молодежи на проблемы и на решение этих проблем. Могу точно сказать, что молодежный парламент должен поставить себе такие цели. Ну, не просто поставить цели, а именно приложить максимум усилий для достижения этих целей. Стоит отметить, что работа в молодежном парламенте исключительно на общественных началах. Ребята за это не будут получать никаких зарплат и бонусов. В ближайших планах у них определиться с размером финансовой помощи от администрации города на обучение членов в сфере местного самоуправления и на осуществление первых проектов для города. Продолжение следует...